приветствую всех любителей гриммиллионов на своем канале футбол сан представляю рассказ про незабываемые три хита сезона 1985 года в чемпионате и кубке ссср которые выдали лидеры советского клубного футбола киевская динамо валерия лобановского и московский спартак константина без кого погналы поединки киевского динамо и московского спартака всегда проходили в бескомпромиссной борьбе и часто собирали переполненные стадионы во всяком случае зрительский интерес к ним был повышен и всегда и вот в 1984 году киевляне дважды влетают спартаку в чемпионате 03 на республиканском стадионе 48 тысяч 400 зрителей посмотрела и 13 на московских лужниках 50000 в итоге спартак не угнался за ленинградским зенитом и финишировал вторым а киевляне и вовсе осенью упали на десятое место вместо предполагаемых медалей конечно же для команды лобановского было делом чести отдать спартаку долги в следующем сезоне тем более что в 1985 именно киевская динамо и белокрасная дружина без кого стали основными конкурентами в борьбе за чемпионский титул 28 мая обе команды в лидерах имеют по 16 очков только у спартака на игру больше 11 против 10 у киевлян так что республиканский стадион был набит битком 100 тысяч и как же ревели от восторга трибуны когда новичок киевского динамо новый кумир публики игорь беланов забивал свои шедевры вратарю сборной ссср ренату дасаеву это нужно было видеть уже на 12 минуте после стремительной комбинации блохин яремчук беланов ворвался в штрафную и опережая защитника в одно касание эффектно вонзил мяч под перекладину 1 0 а на 51 демьяненко подается штрафного и беланов головой забивает двухтысячный гол киевского динамо в чемпионатах ссср и очень символично что ворота своего заклятого друга в кавычках спросите а что же спартак так в первом тайме огрызался а геннадий морозов чьи рывки для динамовцев до перерыва оказались неожиданностью и вовсе едва не замкнул прострел гаврилова но во вторые 45 минут игра приобрела функцию одностороннего движения к воротам спартака подавляющее преимущество киевлян которые своими скоростями буквально вымотали спартаковцев киевляне играли как никогда в вдохновленные стотысячной поддержкой на республиканском на котором вот уже несколько лет не собиралась такой аудитории заслуженная победа 2-0 вывели команду лобановского в единоличные лидеры чемпионата ссср к осени в игре киевлян наметился спад и очень не вовремя нужно сказать ладно в чемпионате потерю очков можно еще компенсировать да и ранее набранного запаса хватало для лидерства а как быть с кубковыми поединками особенно в турнире где сразу же матч на выбивание как в кубке ссср в дождливый вечер 12 сентября 1985 года 41 тысяча зрителей в московских лужниках увидели захватывающий триллер выданы двумя лидерами советского чемпионата начали киевляне мощно прижал спартак к воротам демьяненко выжигал свой левый фланг и личным примером уже на четвертой минуте продемонстрировал своим партнером как нужно реализовывать убойные моменты которые анатолий до этого создавал для них своими пасами 1-0 после чего динамовцы перешли на свою любимую игру на контратаках как раз во время одной из них бессонов пробежал пол поля не смог сделать точный пас перехват владимир бросился назад исправлять ситуацию избивает своей штрафной новикова черенков реализует пенальти 1134 минута расстроены своим косяком бессонов тут же делает вторую оплошность его слабым пасом назад вратарю любезно воспользовался все тоже федя черенков 2135 минута вот так вот за одну минуту все перевернулась с ног на голову вот тут таки являне проснулись пошли мощные атаки перед самым перерывом судья хохряков назначил штрафной в сторону ворот спартака досаев не согласны с таким решением бросился на разборке с арбитром а я тушенко не дожидаясь виска тут же отпасовал на блохина пошел обводящий удар досаев кончиками пальцев врата сарских перчаток изменил направление полета мяча который цитирую стукнулся о штангу с внутренней ее стороны на глазах у оцепеневших игроков и затаивших дыхание зрителей прокатился по линии ворот и ушел на угловой конец цитаты из репортажа б поленова под названием озорные повороты в еженедельнике футбол хоккей номер 37 за 1985 год на 57 минуте киевляне достигли своего стремительная комбинация демьяненко заваров яковенко снова зажгла на табло равенства 2-2 динамо играла с чувством собственного превосходства в их действиях читала смол все равно забьем и выиграем окончание основного времени прошло во взаимных атаках когда михаил и видосаев трудились в поте лица в дополнительные полчаса команды обменялись голами на 93 минуте родионов принимает грудью прострел от новикова из полу разворота эффектно пробил слета 3-2 но уже на 97 вышедший в начале дополнительного время беланов сравнял счет он же под занавес игрового времени не смог пробить в головой в упор досаева ренат снова кончиками пальцев зацепил мяч и тот от штанги вернулся в руки спартаковскому голкиперу а потом беланов ловко обыграл бориса кузнецова в спартаковской штрафной удару ближний угол предпочел пас на свежего михаличенко вышел на 115 минуте и момент был утрачен серия пенальти тоже триллер когда также казалось что киевляне выиграют черенкове беланов забивают с ударом шавло справился михайлов михаличенко сочнов демьяненко борис кузнецов точны а вот паша яковенко чья атлетическая фактура предполагала мощный удар решил обмануть досаева и ренат выходит победителем то же самое произошло и после точного удара гаврилова с яремчуком досаев взял удар ивана и вывел спартак в четвертьфинал кубка ссср 4-3 по пенальти кстати гости моего канала часто спрашивали о пенальти которые отразил досаев вот два из них плюс к тем что вспомнили раньше клуи ван галю из спарты роттердам и владимиру плоскине из одесского черноморца добавились паша яковенко с иваном еремчуком то что кубковая победа спартака по пенальти над киевлянами в том сезоне была добыта по стечению обстоятельств доказали сами динамовцы месяц спустя 19 октября 1985 года на все тех же дождливых лужниках и зрителей было почти столько же 42 тысячи на сей раз лобановский решил дать спартаку шанс атаковать но только первые полчаса игры безрезультатные атаки вымотали подопечных бескова а их лидер черенков после жестких стыков с бессоновым сник вспоминаем после всех ошибок забивал федор киевлянам в кубковом противостоянии бессонов кстати предупреждение получил за нарушение на черенкове ну а дальше как метко выразился футбол хоккея номер 43 за 85 год сергей шмидько явно не горевший с сантиментами к подопечным лобановского цитирую почувствовал некоторую усталость атакующих гости сначала их оттеснили от своих ворот они задолго до перерыва усилиями бессонова демьяненко яковенко еремчука заварова словно бы вывесили в центральном круге предупреждающую спартаковцев табличку на чужую половину поля посторонним вход воспрещен конец цитаты мы все снова увидели киевская динамо в полной своей мощной красе спартак постигла участь нидерландского утрехта с которыми киевляне после гостевых 12 разделались 2 октября в ответке кубка кубков дома 41 причем пропустив первыми заваров в обоих матчах искрил на поле а со спартаком так и вовсе выдал свой лучший матч сезона саша был везде и оба гола ворота досаева после перерыва были забиты при его непосредственном участии 63 минута комбинация бессонов заваров яремчук делает счет 0 1 70 завара выводит на ударную позицию евтушенко досаева отражает удар но демьяненко добивает мяч пустые ворота 02 матч вообще должен был завершиться разгромом но киевлян как и в предыдущем лужниковском кубковом матче подводила самую уверенность в своем превосходстве что вылилось в транжирство голевых моментов правда на сей раз и все неприятности ограничились ответным голом родионова перед самым финальным свистком на 90 минуте динамо киев побеждает 21 и отрывается от команды бедского на 5 очков 43 против 38 именно тогда после победы над спартаком в москве стало ясно что киевская динамо своего уже не упустит и станет чемпионом что и произошло за два тура до завершения советского первенства спартак асты уже третий сезон подряд финишировали следом за чемпионом за что получили обидное прозвище вечно вторые кстати киевляне как раз 1985 обошли спартак по золотым медалям 11 против 10 у красно-белых а мне только остается назвать всех кто участвовал в трех хитах сезона 1985 начну с уважаемого и не всем кавычках украинцам спартака ренат досаев владимир сочнов борис кузнецов альмир каюмов сергей новиков александр бубнов андрей рудаков евгений кузнецов геннадий морозов юрий гаврилов владимир капустин федор черенков сергей родионов евгений сидоров михаил русяев сергей шавло тренер константин иванович бесков динамо киев михаил михайлов владимир бессонов сергей болтача иван яремчук анатолий демьяненко василий рац олег кузнецов андрей баль александр заваров алексей михаличенко игорь биланов василий евсеев олег блохин павел яковенко владимир тушенко старший тренер валерий васильевич лобановский какие имена в составе обеих команд просто хитовая песня международного уровня болеем за наши команды с вами был саныч до новых встреч